МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Снежный плен, в который попала в середине апреля Молдова, вытеснила из информационного поля тему, которая накануне вызвала огромный общественный резонанс, а именно инициативы по изменению избирательной системы. Если сугробы снега, накопившиеся на столичных улицах, растают и само собой ликвидируются, как на то, похоже, рассчитывает кишиневский мэр, то с законодательными инициативами подобного не происходит. Напомню, демократы требуют организовать избирательный процесс на основе одномандатных округов. Президент страны выступил с предложением, которое содержит компромисс. Предложил смешанную избирательную систему. Разобраться в хитросплетениях сегодняшней молдавской политики. Мы пригласили Виктора Степанюка, бывшего вице-премьера Республики Молдова, профессора и декана факультета международных отношений и политических наук Института международных отношений Республики Молдова. Здравствуйте! Добрый вечер! Итак, демократы на протяжении уже последних нескольких недель активно продвигают свой проект. Именно переход на одномандатную избирательную систему. И президент Республики Молдова Игорь Датон сразу заявил, что не согласен с таким предложением. Он категорически против этих нововведений. Выступил своим вариантом создания смешанной системы, организации в этой смешанной избирательной системе. На этой неделе, выступив с этой альтернативой, с этим переходом на смешанную избирательную систему, сразу вызвал такой шквал, будем говорить, и критики, и в то же время, вы знаете, как-то не так много критиковали всю систему, предлагаемую демократами почему-то. Как-то не так активно это муссировало в социальных сетях. Но мой вопрос вам, как эксперту, он содержит примерно вот такое направление. Как вам эти предложения? Какое из них наиболее конструктивно для политической системы Республики Молдова? Не кажется ли вам, например, что в том или ином предложении есть некое разрушение сложившихся политических сил в Республике Молдова? Ну, во-первых, надо сказать очень ясно, что большая часть политических сил, имеется в виду политических партий Молдовы, они так или иначе выступают за нынешнюю систему, за пропорциональность. За сохранение. За сохранение нынешней системы. Конечно, она не дала, можно сказать, в последние годы ожидаемых результатов, потому что в конце концов и через избирательную систему, и через выборы народ каждый раз надеется, что власти приведут страну к процветанию, к развитию и так далее. К сожалению, в последние годы доказали очень ясно, что партии на ходу могут получить и хороший результат, а потом они теряются в парламенте, потом они разрушаются или саморазрушаются и так далее. Мы вообще говорим в последние годы, и политологи долго много говорят о захваченном государстве, то есть о государстве олигархическом. И надо сказать, что даже выборы президента прошлого года, они были проведены вот под этим лозунгом. Изберем нашего президента и уже, как говорится, поставим крест на этом олигархическом режиме. Правда, надо вспомнить, что многие политологи и политики даже сомневались в этом, потому что у нас все-таки парламентская республика. И полномочий у президента очень и очень мало. Да, тем более накануне президентских выборов парламент достаточно мощно ограничил возможности государства. Ограничил полномочия президента, поэтому президент у нас, у него очень мало полномочий. Конечно, народ пошел на выборы, избрал Игоря Дадона, то есть председателя партии социалистов тогда на тот момент, президентом республики, то есть народ доверил этому человеку главную должность в стране, хотя мы, я постоянно повторяю, в том числе и студентам, политологам, что у нас ситуация вообще неординарная, когда президент, первое лицо государства, в принципе, находится в оппозиции. Это оппозиционный президент. И вот оппозиционный президент в нынешних сложных условиях, он пытается работать, как я думаю, все-таки на страну. Хотя последняя его инициатива, я заметил, что критикуется особенно справа, особенно со стороны многих политических партий. И надо сказать, и еще со стороны нынешней власти, потому что посмотрите, что происходит. Нынешняя власть хочет радикально поменять систему. Почему? Потому что, с одной стороны, народ сам хочет изменений. Народ хочет, чтобы депутат был ответственен, чтобы он был узнаваем, чтобы его избрали там на месте, в районе и так далее. То есть есть такой сигнал снизу о том, что политическая система несколько изжила из себя, видимо. Да, ну народ, во всяком случае, так думает. Понимаете как, он хочет изменений, ему кажется, что через эти изменения, через одномандатную систему, можно, в принципе, привести к другому качеству парламента. Я думаю, что в этом смысле большая часть избирателя все-таки ошибается. Потому что, ну здесь долго говорить, партийная система или пропорциональная система, она считается сегодня самая демократичная, да, она самая качественная. Во всяком случае, мы говорим о европейском пространстве. Поэтому отказаться от пропорциональной системы – это ошибка. Но, к сожалению, и действия партии, демократической партии, да, которая хочет сохранить себя у власти и после 2018 года, потому что, безусловно, что у них рейтинг почти на нуле. Вообще нынешняя власть, она нелегитимна. Да, она легальна. Да, она управляет вроде этой страной, имеет правительство, есть парламентское большинство. Но легитимность на нуле буквально. То есть, авторитета у этой власти нет. Сейчас единственный политик во власти, который пользуется определенным авторитетом, большой легитимностью и так далее, безусловно, это президент. И, как мне кажется, большинство политических партий, которые хочут по-настоящему смену режима, ограничения олигархического этого режима или олигархии вообще после 2018 года, должны обратить внимание, конечно, на инициативу президента, потому что, мне кажется, она компромиссная. Больше того, я вижу, там довольно положительные стороны. И хотя я сам лично склоняюсь, чтобы осталась нынешняя пропорциональная система, я знаю, что у политиков, политических партий, значит, такое мнение самое главное, основное, да, но все-таки я бы склонился к этому компромиссу, потому что компромисс здесь интересный. Все-таки большая часть следующего парламента по предложению президента будет избрана через партийную систему, через партию, то есть 51 депутат. Дальше 25% президент предлагает, чтобы мы отдали диаспоре и представителям Приднестровья. Для нашей страны, и зная, что приблизительно миллион наших сограждан являются, работают гастарбайтерами в соседних странах, в том числе и в Италии, и в России, и в Румынии, и в других местах. Мне кажется, что это шаг навстречу диаспоре. Это шаг к объединению общества. Это шаг, который делается не просто навстречу диаспоре, но их приглашают. Их приглашают к участию и в политической жизни, и в социально-экономической. Я вижу здесь такую подоплеку, и президент здесь очень правильно поставил акцент. И момент Приднестровья. Это надо не только президенту. Решение Приднестровского вопроса нам надо всем. И если привлечь преднестровских политиков хотя бы где можно, в парламенте, в правительстве и так далее, мне кажется, это очень положительно. Это действительно шаг, который делается на сплочении нашего общества, ставятся первые такие практические, не просто декларативные, а практические акценты для того, чтобы стезть за стол переговоров уже не просто на политическом уровне, на противостоянии, а на определенных предложениях. И мне кажется... Это же приглашение к участию, к соучастию в политической жизни в наших гражданах. Безусловно. Тем более, что проблем социально-экономических и на том берегу, и на этом берегу очень много. Поэтому разговор должен касаться не только политики, но должен касаться... Депутат, приходящий в парламент, он занимается не только политикой. Он занимается социально-экономической жизнью, он отвечает за все буквально в этой стране. У нас парламентская республика пока и так далее. Поэтому приглашение преднестровцев, приглашение диаспоры, это очень положительный шаг. Вот я немножко не понимаю некоторых политиков, некоторых руководителей оппозиционной партии, которые набросились на президента всякой критикой, обвинениями в предательстве и так далее. Я говорю, это чушь, уважаемые друзья. Это значит, мы как политики не умеем видеть следующего шага, второго, третьего, четвертого. Потом остаются эти только 25%, которые в данном случае президент, который тоже встречается с людьми, он, как и мы, все встречаемся с людьми, да, и мы политики, и преподаватели, интеллигенция и так далее, с людьми встречаются. Вот на любой, значит, свадьбе, на любой куматрии, попробуйте говорить там с соседями и так далее о политической системе, они скажут, дайте нам этого, все-таки, возможность избирать своего кандидата. То есть, политические партии, в том числе оппозиционные, они не могут идти против воли народа. Они должны хотя бы сделать полшага. Понятно, что им невыгодно. Понятно, что здесь появляются другие акценты. Понятно, что здесь действительно появляются какие-то маленькие возможности для олигархического нынешнего режима, да, в том числе удержаться и захватить часть и так далее. Но, с другой стороны, я ставлю вопрос, если мы действительно имеем солидную оппозицию, да, и она действительно, она имеет довольно серьезный рейтинг, да, это в первую очередь партия социалистов, но нужно признать, что есть еще некоторые другие партии, которые на правом фланге крутятся, и госпожа Санду, и там другие. И поэтому они должны иметь возможность все-таки сейчас выдвинуть, подготовить кандидатов. Подготовить кандидатов, подготовить свои там 50-100 человек и попробовать их, значит, в деле. И я вижу, что на этом этапе, если удастся, потому что настоящее обсуждение, проблема, да, началось не два месяца назад, три месяца назад, пока демократическая партия выдвигает свою одномандатную, да, они там приглашали на диалог, в принципе, имитированный такой диалог, какую-то общественность, какие-то политические партии и так далее. Но в конце концов, настоящее обсуждение, проблема, смена, да, вот начинается именно после предложения президента. Сейчас надо организовать, наверное, какие-то круглые столы, надо остановить вообще обсуждение в парламенте, наверное, надо с помощью структур, в том числе Совета Европы, Венецианской комиссии и так далее, сесть и еще раз посмотреть. И тогда окажется, как мне кажется, окажется, что все-таки вариант президентский, компромиссный, да, он самый лучший. Это факт. Да, мне сама система миксная, то есть смешанная, не очень нравится, потому что я говорю, появляются там какие-то лазейки для нынешнего режима. Но с другой стороны, вот те акценты, которые, значит, сейчас поставлены в смысле приближения к простому человеку, потом шаг навстречу Приднестровью и шаг навстречу Диаспоре. Диаспора же активно участвовала на последних президентских выборах и так далее. Ну и плюс сохранение партийной системы. И партийная система сохраняется. Мне кажется, что здесь компонентов положительных больше, чем отрицательных. И это мы, как реальные политики, люди, которые должны все-таки, даже если не нравятся, все-таки признавать, что что-то здесь логически все-таки есть. Поэтому это проблема для обсуждения. Это проблема для обсуждения. И тем более, что она имеет и много положительного в этом смысле. Потому что одномандатная, да, она сегодня демагогическая, она определенная будет имитация, она играет больше на пользу Демпартии, потому что Демпартия сейчас контролирует 70% районов и примарей республики буквально, да. И они надеются через вот одномандатную систему там получить, если не большинство, то есть, во всяком случае, очень солидный результат, да. А как умеет работать демократическая партия, мы видим. Они пришли в парламент с 18 там депутатами, сейчас они имеют 40 и так далее. Как они этого добились? И как это называется в смысле конституционности, значит, такие переходы, да, такие перебежки? Они обвиняют нынешнюю пропорциональную систему вот в коррупции, в фальсификации, в отсутствии, я не знаю, там, основательности. С другой стороны, они сами занимаются разрушением пропорциональной системы. То есть, надо признать, что демократическая партия ломает сегодня партийную систему, она пытается ослабить. Президент же все-таки сохраняет, больше того, сохраняет, дает повод для того, чтобы можно было садиться за стол переговоров и с демократами, которые, к сожалению, надо признать, к сожалению, они еще во власти, они составляют сегодня парламентское большинство. И с другой стороны, сесть за стол переговоров с оппозицией, держать баланс интересов с этими частями общества и одновременно учитывать и обстановку внешнюю, потому что от внешнего фактора, ведь выборы 2008 нуждаются в признании, и их должны признать и там, и здесь. К сожалению, у нас геополитика тоже играет очень... Мне кажется, что в этом смысле президент это рассчитал довольно хорошо, и я в этом смысле не нахожу очень много аргументов для критики. Больше того, я поддерживаю. Я вижу, здесь есть и логика, есть конкретика, есть и аргументация первая, вторая, третья, четвертая и так далее, и довольно основательно. Вы правы, когда говорите о том, что признание выборов внешними партнерами это очень важный фактор, потому что это тоже элемент демократичности, подтверждение того, что выборы прошли демократично. Игорь Дедон отмечает, что предложенный им вариант является компромиссным, это говорит ряд политологов, вы в том числе считаете это хорошим компромиссом для сегодняшней политической системы. О необходимости компромисса говорят и те же внешние партнеры, те, кто сегодня наблюдает за развитием событий. И тем не менее, демократическая партия, ее руководитель Владимир Плохотнюка от своего намерения отказываться не собирается. То есть здесь нет какого-то сигнала, возможности поиска еще какого-то компромисса. Как вы думаете, какие варианты могут быть в развитии событий? Возможно ли такое жесткое противостояние и чем оно, на ваш взгляд, закончится в политическом смысле? Я не вижу сценарий жесткого противостояния. К сожалению, демократическая партия сегодня сильна у власти. Она усилилась особенно в условиях 2016 года во время избирательной кампании президентской. И хотя они в последний момент своего кандидата сняли, потому что не имели никаких абсолютно шансов и так далее. Но, с другой стороны, чисто административно, организационно и партия, и парламентское большинство осталось сильным, мощным. Я считаю, что один из важных факторов, почему власть усилилась, вернее, закрепилась, то, что ее положение было очень шатким в 2015 году, в 2016 году, в начале 2016 года. Это фактор имеется в виду внешнее финансирование и внешняя поддержка. Безусловно, что они получили геополитическую поддержку и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Европы. И это в условиях Республики Молдова имеет значение. И другой фактор, я вижу, значит, ослабление оппозиции. То есть, оппозиция не могла очень четко найти решение по восстановлению Конституционного суда 4 марта. То есть, они неправильно выбрали тактику, как я понимаю. Я сам высказывался очень ясно против проведения президентских выборов, потому что они, я считал, что почти ничего не дадут. И расколят страну, и расколят оппозицию и так далее. И это, к сожалению, случилось. Вот я замечаю, как политолог, что происходит в стане оппозиции сейчас последней. И меня это удручает, честно говоря, как политика с определенным стажем. Потому что, оказывается, за 25 лет мы так ничему и не научились. Мы тоже плаваем в геополитических каких-то пространствах, и не видим реальной беды, которая надвигается на страну и так далее. Прямо уже после избрания президента, надо сказать, что правый кандидат, она и не признала выбора, она и не поздравила до сих пор. И критика раздавала все эти 3 месяца, 4 месяца и так далее. И заслуженно, и не заслуженно. Я понимаю, что где-то, может быть, и какие-то у них аргументы есть. Но, с другой стороны, когда президент выступает ясными, казалось бы, понятными, общими для всей оппозиции шагами, законопроектами, и никогда не была ни одна из партий, повторяю, ни одна из партий не сделала ясного заявления в поддержку президента. Это не солидно. Это не солидно. И это говорит еще о том, что мы говорим о Европе, мы говорим о западных ценностях, о европейских ценностях. Но, в принципе, не дошли, у нас нет еще той политической культуры, чтобы ясно поддержать, где надо, и показывать, и стимулировать политиков работать, потому что они имеют поддержку. Оппозиция в данном случае, она себя немножко потеряла. Вот тактику буквально до сегодняшнего дня она еще не выработала. А мне кажется, что это надо срочно делать, потому что демократическая партия, возвращаемся к господину Плохотнюкову, надо признать, что технологически, политтехнологически он сегодня умеет выигрывать. Не всегда выигрывает, но, во всяком случае, у него постоянно какие-то 3-4-5 сценарий. И сегодня надо признать, единственное лицо, единственная партия, единственное лицо в государственном управлении, который может противостоять так или иначе господину Плохотнюкову, я вижу только президента. И даже если мне некоторые, может быть, оттенки там, аспекты не нравятся, ну, я понимаю, что я должен идти к президенту. То есть любой лидер оппозиционной партии должен сегодня идти. Господин президент, давайте мы встретимся, вот у меня какие-то предложения. Есть общие темы, возможно, здесь не усилить. Безусловно. Президент сегодня аполитичен, потому что, к сожалению, нельзя быть членом партии. Он должен быть президентом всех. Но к нему надо постоянно ходить. Особенно те политики оппозиционные, которые, как я понимаю, хотят отторжения или свержения этого режима, смены режима в 2018 году. Понятно, что у каждой партии есть там свои приоритеты. Но, с другой стороны, они должны определиться для себя. В конце концов, сил со следующим парламентским выбором, настоящих мощных политических сил, которые придут в парламенте, и их три. Это, с одной стороны, президент с партии социалистов, даже если он не является членом партии социалистов. То есть, это левое поле. Это правая, значит, господин Плохотнюк и нынешняя система, которую мы называем олигархической. И надо признать, что на правом фланге есть еще эти партии, несколько партий, которые тоже могут идти, как я думаю, и они должны вместе создать один мощный блок и действовать. И в нужном, в самых сложных условиях все-таки уметь видеть основную цель. И для основной цели тебе обязательно нужны союзники. Даже если они тебе не нравятся. Даже если у вас есть расхождение по многим и так далее. Но как тактические союзники и так далее. Это же элементарно. Это же элементарно. И написано в любом учебнике политтехнологии. Надо сказать, что, к сожалению, у Демпартии, значит, им удается. Технологии там сильные. И я постоянно говорил нашим. Поэтому противостояние, вот вы меня спросили насчет жесткого предстояния. Я боюсь, что жесткого предстояния не будет. Потому что оппозиция, нет оппозиции сплеченной. Нет повестки дня общей. Они еще не разобрали. Они элементарно на соцсетях и в каких-то декларациях и так далее держатся за старое. Они не умеют видеть. Они постоянно следят за президентом. И как что-нибудь, значит, они атаковывают его. Я не защищаю президента, потому что за него голосовал. Я умею. И господин президент знает мой подход. Я умею говорить и говорю довольно критично. И высказываю свою точку зрения и так далее. Но и бить просто так, для того, чтобы непонятно, что доказывать. Им кажется, что вот если они каждый день будут, как говорится, бросать критику в адрес президента, и авторитет вырастет. Нет. Здесь еще надо не забывать, что такая критика – это еще не уважение к избирателю, который проголосовал за всенародного президента. Подавляющее большинство избирателей сделали свой выбор в пользу Игоря Дадона. В данном случае любая политическая сила, которая рассчитывает на свое существование в дальнейшем, должны учитывать этот фактор. И, наверное, как-то, если не разделять, то во всяком случае принимать этот выбор, с ним считаться и дальше развивать свои политические устремления. Но на сегодняшний день мы как раз видим обратное. Какая-то на левом фланге, знаете, такая гремучая ревность и критика. Любой шаг главы государства, партии, откуда он вышел, воспринимается в штыки и с такой болезненной критикой, в которой сквозит главный рефрен – это то, что, в общем-то, вы предали избирателю. Но в данной ситуации, если пытаться глубоко понимать то, что происходит в республике Молдова, то сегодня, наверное, нет смысла апеллировать к прошлому. Нужно понимать, как с помощью происходящего сегодня формировать свое будущее. Обязательно. Что будет в 2018 году? Вы об этом как раз и начали говорить. Да, я говорю о том, что на повестке дня 2018 год. Потому что, безусловно, в условиях парламентской республики у нас нет президентской. Я болею, хочу, чтобы была президентская. С моим опытом, 25-летнего опыта в политике говорю, мы еще не доросли до парламентской республики. Вот даже последние эти события, последние месяцы. Показывает очень ясно, нет политической культуры, нет культуры диалога, компромисса, определенного, прихода к определенному консенсусу. Ведь уступать надо, уважаемые друзья. Потому что, если мы уступать не умеем, очень ясно беседовать, вести диалоги и так далее, не будет сплочения в этом обществе и не будет результата. Поэтому, повторяю, цель 2018 год и в этих условиях и так далее, если мы говорим, что это захваченное государство, здесь крадут миллиарды, да, здесь нет компетентного правительства, здесь не решается проблема, здесь все висит, многое висит на волоске и так далее. Что остается? Остается сплотиться хотя бы в технических целях и думать в первую очередь о стране. И для этого нужны союзники. Есть попытка изменить систему избирательную, мы об этом говорим сейчас. А избирательная система – это вопрос о власти. И, как мне кажется, как можно остановить сегодня парламент от принятия этого? Да почти невозможно. У них там 55-56, а может быть даже 60 и так далее. Никакая Европа не повлияет. Никакая Европа не повлияет. Фактически Европа, и господин Андрей Настас, и Майя Санду, и многие другие, я думаю, что они уже поняли, что Европа, к сожалению, поддерживает этот режим. И поэтому этой всей нашей оппозиции, в том числе с президентом во главе, нужно готовиться к 2018 году и прийти в парламент с каким-то разумным, понятным парламентским большинством, которое даст возможность по-другому решать вопросы в этой стране. И разобраться, как все-таки были украдены миллиарды, и как их вернуть, и как можно вообще восстановить и развивать эту страну. Потому что, если нынешняя власть не способна, и мы не способны до 2018 года организовать досрочные парламентские выборы, потому что нет консенсуса, не пришли к единому мнению, надо хотя бы договориться о своеобразном компромиссе. Поэтому, возвращаясь к инициативе президента, это компромисс. Садитесь, и некоторые тонкости, там можно обсудить. Некоторые тонкости, да. Но я повторяю, 25-25-51, это очень солидно. Для меня, с определенным опытом политикой, который знаю, что и в других странах это бывает. Потом мы вернемся обратно, на следующем этапе. Я абсолютно уверен, что Молдова откажется через одно-две легистраторы, откажется от этой системы, да. Потому что народ, здесь нужен опыт, да. Народ сейчас верит, что это даст результат. Вот сейчас они выберут 25 своих представителей от районов. Они увидят, что эти люди хорошие и плохие, но в условиях раздрая и раскола, им они почти ничего не решат. Поэтому на следующем этапе, уже через 4 года, да, уже население какого-то Яловенского, или Ханчешского, или Аргеевского района поймет, что депутат все-таки слабый, и кому удается все-таки решать вопросы, оказывается все-таки партийным. Потому что там есть лидер, там есть программа. Партия, почему пропорциональная, она приоритетна в Европе? Потому что партия все-таки здесь не просто лидер, а партия это организм. Она проводит рекрутацию, то есть отбор этих кадров, обучает эти кадры, направляет их на определенные должности и проверяет. Есть контроль и со стороны, как говорится, народа, да, снизу, потому что я, как лидер партии, обещал народу, что мои депутаты будут хорошими, сильными, дисциплинированными, организованными. И есть еще партийный контроль, вот, есть партийная критика. И так или иначе, есть определенные организации. Да, в условиях Молдовы много коррупции, политической коррупции, и мы убедились. Но надо сказать, что и другие страны проходили через это. То есть, пласт, демократия, как говорится, растет все-таки медленно, слоями. Это случится. Другое качество у нас будет через определенное время. Я не могу сказать, что это будет через 10-15 лет, но, к сожалению, мы сейчас болеем вот этой детской болезнью демократии. То есть, мы пытаемся искать там другие какие-то формы, чтобы был результат. Имеем право. Демократическая партия использует это лично в своих интересах, чтобы снова заполучить власть. То есть, они видят, что пропорциональной системе они потеряли всякое лицо, и нет никакого авторитета, поэтому сейчас пытаются через одномандат. Президент здесь против. И он правильно, что против. Его в этом смысле надо поддержать. Но президент предлагает вариант, который смотрит в будущее, не в прошлое. Не просто говорит «нет». Да, то я только за партийную систему. А говорит, почему мы можем идти на определенный компромисс. Тем более, что он имеет дело, повторяю, с одной стороны, он имеет дело с улицей и с оппозиционными силами, с другой стороны, он имеет дело все-таки с парламентским большинством, которое поддерживается Европой, поддерживается Америкой. То есть, он не может просто сесть за стол переговоров с чистым листом. Он должен прийти с проектом. Он пришел с проектом. И мне кажется, что он на правильном пути. Ну вот, в продолжение темы возможного противостояния или невозможного, хотелось бы задать следующий вопрос. Как вы оцениваете, озвученный Игорем Дадоном, мера его готовности призвать партии к бойкоту выборов в случае, если предложение демократов будет проголосовано и пройдет в парламенте, и будет изменена кардинально избирательная система? Вот вероятные массовые протесты, которые могут возникнуть в этой связи. Как вы оцениваете именно такой сценарий? Ну, такой сценарий может быть. Хотя, повторяю, я не очень верю в этот жесткий. Я почему-то думаю, что партнеры наши, внешние, они все-таки обратят внимание на предложение президента. Я знаю, что направлен человек-консильер в Венецианскую комиссию. И может быть, что с учетом этого противостояния, которое намечается последние годы, Европе сейчас лишний, как говорят, конфликт в этой зоне не нужен. И мне кажется, что они пойдут именно на этот компромисс, который, так или иначе, заставит и оппозицию правоцентристскую, и оппозицию левоцентристскую, то есть социалистов и так далее, и президента, и в том числе правящее сегодня большинство, найти какой-то компромисс. Компромисс здесь, вот в этих пределах. Конечно, здесь может быть какие-то еще, какие хитрости могут быть. Здесь могут быть хитрости, что нынешнее парламентское большинство в конце концов на определенном этапе может изменить до неузнаваемости этот проект президента и так далее. И тогда президент, как говорится, может быть поставит в неловкое положение. Тогда, может быть, это опасно. Поэтому, наверное, с учетом этого президент намечает вот и такой сценарий бойкота. Это может быть. Это может быть. Правда, я боюсь, вернее, как высказываю свою точку зрения, что оппозиция не способна, к сожалению, на этом этапе. Может быть, что они одумаются через месяц-другой, но это уже будет поздно. Потому что сейчас вопрос избирательной системы, я думаю, решится в течение месяцев, двух месяцев до лета. До лета они должны решить. Успеет оппозиция за это время договориться тактически, согласиться, идти на переговоры. Потому что им сейчас нужно идти на переговоры, как я понимаю, все-таки с президентом. Все-таки с президентом, и с партией социалистов. Вот в этих пределах. Там им на правом фланге, то есть идти на переговоры с господином, то есть с демократической партией, там почти бессмысленно. Безусловно. Потому что позиции слишком разнятся. Там андомоднатные, а здесь мы пытаемся, то есть оппозиция пытается сохранить нынешнюю систему. С президентом можно. С президентом можно. Тем более, что он заявил, что он открыт для обсуждения и так далее. Мне кажется, только по этому пути. И вот на следующем этапе, если уже демократическая партия, нынешнее парламентское большинство, ни в какую не захотят остановить, то есть добиться этого компромисса, и все-таки будут продвигать свое, или изменят до неузнаваемости президентский проект, это чревато, это опасно, это видно, они на это способны. Я вижу, как они принимают законы, как они ломают и идут через колено, и так далее, и так далее. То есть ломают через колено и депутатов, и многое там происходит нехорошее. Вот в этих условиях, конечно, очень многое будет зависеть не только от президента, но и от левоцентристской и правоцентристской. Возможности объединиться. Да, два фланга. Хотя бы в таких тактических условиях, в тактических шагах, понять, что выборы 2018 года, они очень значительны для страны. То есть мы все-таки хотим другого качества. Мы хотим, чтобы правители не грабили страну. Мы хотим, чтобы они были в какой-то минимальной хотя бы ответственность имели перед избирателями и так далее. И здесь все вроде хотят в декларациях, но кто что с собой представляет, они уже многие показали. Очень важно новым политикам, которые приходят сейчас в политику, в том числе на правом фланге появились некоторые партии, на левом фланге есть еще и так далее, чтобы они поняли, что есть декларации, есть просто демагогия, а есть реалполитикс, называется. И реалполитика означает видеть следующие шаги, видеть логику и так далее, добиться диалога и самое главное добиться результата. Важно, чтобы этот результат все-таки он добивался какими-то легальными конституционными средствами. Президент, может быть, что он даже слишком много раскрыл в этом. Есть некоторые сценарии, о которых политик не обязательно должен говорить. Но он видит реально, что мы готовы идти на компромисс, вот предлагается система, приглашаю к разговору и так далее. Но в случае чего мы можем пойти на жесткое противостояние. Для страны, я думаю, это может быть чревато, там опасно. Вообще, бойкотирование выборов, особенно когда нынешняя власть, надо сказать, очень ясно контролирует и Центральную избирательную комиссию, есть подозрения по конституционному суду, значит, и министерство, есть даже подозрения в некоторых фальсификациях выборов 2014 года, об этом многие говорили, есть такая информация. Поэтому, безусловно, что нынешняя власть хочет сохранить себя у власти. Президент предлагает варианты, он предлагает идти шаг за шагом и так далее. Я не думаю, что он пойдет до конца в смысле на противостояние, потому что оно ненужное. Но то, что он обращает внимание и властям, и оппозиции, что возможно, и такой сценарий, мне кажется, что и оппозиция, и нынешняя власть должна все-таки это учесть. Потому что президент это лицо, которое имеет самую сегодня большую легитимность и авторитет в стране. Нет другого политика, посмотрите. Это реально. Об этом говорят и наши эксперты внутренние, об этом говорят и внешние эксперты и так далее. Это факт. Нравится кому не нравится, но это реально. Виктор Федорович, вы уже указывали на то, что вне парламентской оппозиции, что слева, что справа, уже по-своему высказалась достаточно критично в отношении предлагаемого президентом законопроекта. В самом парламенте инициативу президента поддержала только партия социалистов. Почему остальные партии решили отмолчаться, на ваш взгляд? Я повторяю, от низкой политической культуры. Я не стану никого обвинять. Мне кажется, все-таки очень ограниченные взгляды некоторых на это не умеют видеть следующего шага. К сожалению, многие молдавские политики болеют это. То есть, они понимают только свои нынешние интересы. Вот завтра и так далее. Надо видеть все-таки, что случится и послезавтра. И сформировать интерес этого завтра. Если в парламенте окажется несколько левых партий, например, в 2018 году, и каждый из них получит и смогут вместе сформировать левоцентрическое большинство, они над этим думают? Они должны думать сегодня. И оставлять какие-то мосты, оставлять какие-то возможности для диалога обязательно надо. Конечно, здесь есть разные интриги, и есть определенная зависть, в том числе политическая. Надо сказать, что у нас много политиков болеет монопартизмом, и только он, и никак. В данном случае народ избрал нынешнего президента президентом. Нравится кому не нравится. Поэтому на этом этапе с уважением надо относиться все-таки к выбору народа и видеть следующие шаги. Как мы будем обновлять власть в 2018 году? Конечно, строя парламентское большинство. А еще придут независимые 25%, а если еще придут преднестровцы и диаспоры и так далее. То есть парламент будет интересный. С другой стороны, с ним надо уже сегодня показывать, что мы уже немножко поумнели за 25 лет, что мы можем, умеем создавать блоки, в том числе блоки коалиции довыборные, довыборные послевыборные и так далее. То есть эту культуру нужно показывать, нужно проявить. Я заметил, что они не поддержали ясно президента, они на что-то надеются, на другой вариант. Было бы идеально, как говорится, остаться при том варианте, я имею в виду нынешней системы пропорциональной, но, к сожалению, это сегодня уже нереально. Я говорю, это нереально. И президент, может быть, что даже и запоздал на неделю-две, потому что эту инициативу надо было, может быть, выдвигать еще 2-3 недели назад. Но сегодня все равно есть место для диалога и для обсуждения. Виктор Федорович, достаточно подробно вы разобрали инициативу президента, только один момент еще пока мы с вами не обсудили. Вот это предложение сократить число депутатов со 101 до 71. Как вы его оцениваете? Насколько она оправдана? С точки зрения экономики, наверное, понятно, нагрузка, количество зарплат будет уменьшена, но с точки зрения законотворчества? С точки зрения законотворчества, значит, это сейчас нереально. Лично я не поддерживаю это, и я говорил и социалистам там, я не поддерживаю, почему? Как председатель, 4 раза был председателем парламентской комиссии, да, значит, имея опыт уже этой парламентской работы, я вам скажу, что все равно эти 10-12 направлений в парламенте должны сохраниться, поэтому нас создавают минимум 9-10 комиссий, 12. В каждой комиссии желательно иметь хотя бы 10 человек, потому что части, находятся части этой комиссии в оппозиции, они обычно не работают, они обсуждают, но конкретно законотворчеством не занимаются. и нагрузка очень большая на нескольких человек, и когда в комиссии не оказывается специалистов, я вам скажу, что качественных законов не получается, поэтому давайте посмотрим, посмотрим реально, страна имеет миллион, Эстония, миллион человек, 101 депутата, страны, которые имеют меньше 101, это страны, эти маленькие, статели птич, как мы говорим, эти маленькие государства Европы, поэтому я против этого, в свое время эту идею выдвигал еще господин Анастасы и так далее, сейчас президент, я не поддерживаю, я говорю это критично, я говорю это прямо, не поддерживаю, потому что аргументация у меня есть. С точки зрения желания избирателя надо сказать, что такое желание есть, я понимаю президент, почему президент может быть пошел на встречу именно этому избирателю, с другой стороны Игорь Николаевич, господин президент, имея опыт парламентской работы, правда он не был председателем комиссии, немножко, может быть, не знает специфику, но там сложность есть, там сложность есть, там невозможно держать в комиссии только 3-4 человека для обсуждения серьезного вопроса, как говорится, кардинального, и так далее, тебе нужно иметь хотя бы 7-8-9 человек, я вам говорю, по опыту, которые могли бы детально проработать этот или иной проект. Поэтому, это предложение довольно сомнительное, и самое интересное, что посмотрите, что хитро, интересно происходит, эту идею президента поддерживает и демократическая партия, и господин, и правые партии, и некоторые левые партии, хотя я вам скажу, что это предложение тоже нужно обсудить, здесь нужно сесть, нужно посмотреть, реально, пригласите нескольких председателей, бывших председателей парламентских комиссий, вы поезжаете в Великобританию или в Германию, и вам скажут, что комиссия или комитет, который состоит из нескольких человек, из 7-8 человек, это неэффективный комитет. Этот опыт мы проходили. Надо сказать, что вопросы эти обсуждались еще в 1993-1994 году, когда с 380 депутатов снизили количество до 101, потому что были желающие и тогда, которые говорили, 75, нам больше не надо, а потом отказались, а потом отказались. Поэтому... Да, Виктор Федорович, спасибо вам за этот разговор, нам абсолютно понятна ваша позиция, и достаточно подробно мы вот обсудили эту тему, я думаю, зрителям нашим было также интересно во многом, наверное, разделить с вами точку зрения, ну и, в общем-то, также отслеживать развитие политических событий в нашей стране вместе с вами, и мы тоже за всем этим будем следить. Спасибо за приглашение. Вы смотрели программу «Персональный акцент», у нас в гостях был политик и политолог со стажем Виктор Степанев, следите за эфирами, будет интересно, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»